Всем привет, с вами Шашаник, автор блога usadvise.ru, все про США. Сегодня у меня в гостях Светлана, риелтор из Калифорнии и мы поговорим на тему рынка недвижимости в Америке, в Калифорнии в частности и вообще работы риелтора, так что встречайте. Привет, Светлана. Расскажи немного о себе, как вступление, чем ты занимаешься, в чем заключается работа риелтора и вообще сколько лет ты уже работаешь с этим? Начнем с того, что у меня финансовое образование. Я закончила Московскую финансовую академию и мне очень нравятся сейчас инвестиции. Инвестиции самые надежные это в real estate и поэтому я закончила классы, получила лицензию риелтора с точки зрения, чтобы инвестировать для себя, чтобы самой разбираться, как этот рынок работает, как это все происходит и, конечно же, иметь доступ к МЛС, к базе данных, потому что здесь в Америке много отличий от, допустим, стран, советского пространства, ну, по крайней мере, от России. В России, чтобы быть риелтором, не обязательно получать какое-то образование, лайсенс никто не имеет, а в Америке это обязательно, все это регулируется, то есть все риелтором находится под контролем бюро real estate. Поэтому такое вот отличие и, как я уже сказала, я в основном это начала делать для себя, потому что я сама инвестирую, сама покупаю, так это самые лучшие инвестиции в недвижимость и хотелось бы также помогать людям, объяснить им, что, допустим, снимать, то есть рент апартментов или дома, это просто деньги на ветер, лучше, конечно же, купить и выплачивать ипотеку, ну, кто как покупает, либо mortgage берут, либо закэш покупают. Ты сказала, что работа риелтора отличается от работы в России, потому что нужна лицензия, можешь рассказать подробнее, во-первых, как стать риелтором в Америке, что для этого нужно, насколько я знаю, нужно еще ежегодно платить что-то, да, чтобы у тебя вот этот риелторский номер сохранился. В общем, расскажи эту часть, как вообще стать и быть риелтором в США. Начнем с того, чтобы стать риелтором, нужно сдать экзамен на real estate, и он сдается в трех местах в Калифорнии, это Окленд, Л.А. и Сан-Диего. Но для того, чтобы подготовиться к экзамену и чтобы получить к нему доступ, нужно взять определенные классы. Там классы обязательные – это real estate practice, real estate principles, и один на выбор. Но у меня был real estate economics и legal principles. То есть человек должен получить допуск к этому главному экзамену благодаря вот этим классам. Если эти классы взяты в университете, либо онлайн, либо в колледже, я брала в колледже Сан-Франциско, и они успешны, все пройдено успешно, то в этом случае дается разрешение допуск к экзамену. И тогда человек идет и сдает экзамен. Экзамен в 3 часа 15 минут. Сколько времени занимает взять эти классы? Это полгода или это несколько месяцев, год? По-разному. Если это онлайн, тогда у человека там нет ограниченности по времени. И как он подготовится, может идти уже и приступать к экзаменам. А если это классы, которые по расписанию, ну, живые классы, да, тогда там определенное время. Уменьшение начиная с 17 января, и последний класс был в июне. То есть получается 4 месяца. И потом нужно сдать экзамен, правильно? А как поддерживать? То есть ты становишься риэлтором, имеешь право продавать и покупать, ну, оформлять сделки, да? Или что еще риэлтором надо делать? Не только покупать, продавать, рент, инвестиции, также продажи бизнеса. Можно бизнес и портюнити также продавать и покупать. И что нужно делать, чтобы поддерживать свой статус риэлтора? Наверное, есть платежи в ассоциацию риэлторов. NAR, National Association of Realtors. Вот у меня платеж за этот год был 800 с лишним долларов. 850. Это National Association of Realtors. А до этого у меня был в Лос-Анджелии, это Берли-Хиллс Association of Realtors. И также доступ к МЛС. Здесь есть такая монополия, да? Все потом знают, что МЛС не раздает свои данные бесплатно, имеют доступ только риэлторы. Я объясню людям, МЛС это такая база данных недвижимости, которая продается, которой имеют доступ только риэлторы. То есть, если вы хотите узнать, в вашем районе продается, или там где-то в городе определенном, какие дома, это нужно просить риэлтора, чтобы он посмотрел в этой базе данных. Потому что вы сами не посмотрите, там есть, конечно, порталы, типа Zillow, Redfin, но там могут быть не все. И устаревшие там данные. Так, хорошо. Тогда давай расскажи, тогда в чем заключается работа риэлтора? Давай, чтобы как бы сузить круг, вот обычный человек, покупка, продажа, недвижимости. Что делает риэлтор? Рассмотрим вариант, допустим, человек продает, выставляет на продажу. Первое, что. То есть, мы делаем листинг. Ну, сначала, конечно, я прихожу на этот объект, и мы смотрим, как можно исправить различные недочеты. Ну, вы знаете, да, какие могут быть в доме или в квартире недочеты. Допустим, можно перед продажей подготовить, ну, предпродажную подготовку сделать. Элементарно, допустим, покрасить стены, чтобы хорошо выглядело. Минимальный ремонт сделать какой-то, да, чтобы вид товарный передать квартире или дому. Затем выставляем на МЛС. И затем полностью делаю я весь маркетинг. То есть, на всех различных ресурсах везде выставляем. Делаем видео, это объекты, и видео тоже продвигаем. Потому что сейчас по статистике люди ищут всю информацию YouTube. Даже не Google, а YouTube уже опережает по поиску информации. Поэтому очень важно иметь видео. То есть, купить дом, там в Санта-Кларе, сейчас в YouTube. И, то есть, по максимуму промоушен делаем. Также сделаны open house выходные. Допустим, сегодня воскресенье у нас снова есть open house. Open house – это когда люди могут прийти в этот дом и посмотреть его. Изучить, сфотографировать, посмотреть все данные. Потому что мы подготовлены брошюрки, где все расписано про этот дом. Вся информация есть. Это момент маркетинга. И когда уже есть желающие, они делают оффер. То есть, как бы предложение. Так по-русски называется предложение на покупку. И мы рассматриваем, либо соглашаемся на эту стоимость, либо делаем counter-оффер. То есть, предлагаем ту сумму, которую считает он нужную ему. И сколько стоят ваши услуги? Вот это все, там, маркетинг, сделать видео, сказать, что нужно для приведения дома в товарный вид и так далее. Я так понимаю, это, в принципе, для всех риелторов приблизительно цены одинаковые будут, правильно? Или есть более дорогие и более дешевые риелторы? Ну, вообще, сама комиссия, она договорна между продавцами и риелторами. Но в среднем это составляет 3%. В средней стоимости. Но, если, допустим, это очень дорогой объект, 2 миллиона, там, 3 миллиона, потому что здесь очень дорогие, да, цены, высокие цены, все об этом знают, то тогда в этом случае можно рассмотреть, чтобы комиссия была меньше. То есть, по договоренностью с брокером. Как вариант, тоже можно такое рассмотреть. Кроме комиссии продавец ничего больше не платит, да? Нет. Ничего больше не оплатят. А покупатель, если это мы рассматриваем покупку, то покупатель вообще никаких комиссий не платит. Тогда расскажи еще чуть-чуть вот про покупку. Вот пришел к тебе человек и говорит, я хочу купить квартиру. Что ты делаешь? Первое, мы выясняем, во-первых, где он хочет купить, какая стоимость. Потом он представляет proof of funds. Это доказательство того, что есть вообще деньги, да, либо на счете, либо, ну, зарплаты достаточно, должен быть банковский счет показывать эти деньги, потому что нужно идти на данный пойман. Ну, ипотеку, правильно? Бумажка от банка, что они дают ему кредит. Летоку про, да, когда ему подтверждают, то что он может получить кредит. И вот, и в дальнейшем сразу же поставим его на МЛС, если он хочет какой-то объект с МЛС покупать. Либо другой вариант, рассматриваем пакет-листинг с тех, то есть те, которые не на МЛС находятся, которые еще не вышли в продажу официальную. Или наши объекты мы тоже продаем, потому что у нас есть много объектов в Калифорнии, мы делаем флиппинг домов и потом их продаем. Такие дома тоже можно рассматривать. Купить их, либо в Рент, либо самим там жить, не имеет значения. В Калифорнии это дорогая даже земля. Когда мы покупали наш дом, рынок был абсолютно сумасшедшим. И как бы было вообще что-то купить нереально. Как сейчас вообще с рынком здесь, в Беррии и в Калифорнии вообще? Реалистично ли купить что-то человеку, если у него не кэш, а ипотека? Или нереалистично? Ну, конечно, можно. Это зависит от того, как человек будет битаться, как будет бороться за свой объект. Потому что знаем, что ло инвенттори, то есть мало объектов, особенно в Санта-Клара-Камте. Так как здесь много богатых людей, еще много инвесторов, ко всему прочему. Поэтому за объекты борются. Допустим, у нас, когда проходит опенхаус, в тот же день уже получаем офферы. И офферы в основном перебывают аскент прайс. То есть, если, допустим, офферы на 600, ну вообще аскент прайс 600 тысяч, то офферы дают намного выше, 700, 800 и выше. И понятно, что хозяин дома выбирает тот оффер, который выше. Сколько офферов в среднем получает хозяин дома вообще вот обычно? Ну, по-разному бывает, но иногда бывает и до 50. Оху, с ума сойти. То есть, все борются за дом? То есть, все еще, оно все же такое же сумасшедшее, как когда мы покупали, видимо. Понятно. Несмотря на то, что цены сумасшедшие тоже выросли в два раза с того времени. Да. Когда вы покупали, это какой был? 2013 год? Да, 2013. Ну, не в два, но раза в полтора выросли. Ага. Тогда еще более-менее был рынок, а теперь еще хуже стал. Ой, тогда он уже был не более-менее. Хороший был рынок в 2012-м. Вот, тогда еще было нормально. Это был самый низ. Когда вот это, 2008-го оно уже опускалось-опускалось, 2012-м был самый низ, а потом оно начало подниматься. Еще снова дальше. Ладно, давай тогда поговорим о том, на что нужно обратить внимание при покупке недвижимости. Какие есть подводные камни или что нужно знать? Угу. Ну, во-первых, в Америке здесь есть title insurance. Это значит, прежде чем передать деньги продавцу, эта title компания, она изучает все полностью. Есть ли лины, то есть есть какие-то обременения на этом доме или на этом объекте недвижимости. Допустим, есть ли какие-то родственники. То есть title insurance страхует от того, что кто-то может прийти и сказать, о, это мой объект, я уже его купил, я хозяин тут, выезжайте. Нет. Такого произойти не может, потому что здесь есть title insurance. Мне кажется, в России такого нет пока еще. Поэтому могут как-то быть двойные сделки, да, когда человек дважды продает, когда еще не успели зарегистрировать и все остальное. Здесь, конечно, тоже действует такое правило, что если человек получил документ, он должен в каунте зарегистрировать. Не тянуть, а быстро зарегистрировать, потому что может что-то произойти. Если каунте видит, что у них это не зарегистрировано, то они считают, что этот объект еще не во владении вот этого человека, которого купил. Поэтому очень важно, чтобы риэлтор проследил, чтобы все было вовремя зарегистрировано, чтобы у человека было на руках. Дит. Дит. Ну, это title, да? Все знают это. Evidence of a title. То есть title. Нет, никто не знает. Дело в том, что меня же слушают люди не только из Америки. Ну, в России называется это свидетельство или право на собственность, свидетельство, допустим, на квартиру. Вот у меня есть один документ. Здесь по-другому. Здесь можно этого свидетельства не иметь. Главное, чтобы оно было зарегистрировано в каунте. Вот в чем. То есть главное обратить внимание, чтобы риэлтор добросовестно выполнил свою работу и все эти бумажки зарегистрировал и получил эти все свидетельства, да? А как вообще ищут риэлторов? Ну, по-разному бывает. Кто ищет онлайн, кто там и через знакомых. Потому что здесь это все индивидуально. Здесь нет такого, что риэлтор, допустим, работает только в этом районе. Нет. У меня, допустим, есть литинги в LA. В Лос-Анджелесе и покупатели, которые подбирают себе варианты. А когда лучше вообще покупать недвижимость? Есть какие-то там правила, например, лучше осенью или зимой? Или это не работает таким образом? Есть такое правило, да, пословица, что покупать нужно было два года назад еще. Ну да. Это к каждому относится. Потому что цены, кто успел, кто раньше купил, как мы сделали, да, в 2013 году. Это правильный был подход. Вы вовремя купили, потому что цены, как уж сказать, выросли, и теперь нереально купить, и вообще люди не хотят продавать. Допустим, зачем человек будет продавать, если его дом приносит ему доход, так как растет цена. Ему есть где жить, и если он продает, он еще ведь должен налоги плачивать. Там есть, конечно, дедакшн, да, вот этот? Да. Знает. Если он продает, если он один, у него 50 тысяч для зарегистрированной пары, 500 тысяч будет. Но не особо желают продавать. Потому что еще и рент дорогой. Продаж, как бы, ты за него платишь, например, 2 тысячи в месяц, да, ипотеки. А рент 3 тысячи на похожий дом. Поэтому, как бы, смысл. Как купить дом? Какие советы дашь? Как купить дом на таком сумасшедшем рынке, как сейчас в Берии? Что нужно для этого? Или вообще ждать, не покупать, надеяться, что он станет, ну, улучшится как-то? Или что делать? Ну, как все знают, что рынок недвижимости зависит от состояния экономики в целом. Экономика растет. Так как у меня финансовый период, я постоянно это отслеживаю. Это вообще интересно и для себя. Знать вообще, что будет происходить и как это происходит. Обычно есть, конечно, real estate cycle, который может давлять 8-10 лет. Ну, это по-разному. Но таких грандиозных кризисов, как был, допустим, в 2008-м, не предвидится. Потому что обычно большие кризисы происходят через 80 лет. Перед ним, все знают, да, какой был кризис? Great Depression War. 1929-1933 годов. После этого как раз прошло 80, да, получается, лет. Чуть-чуть больше. И произошел кризис 2008-2010 года. Такого кризиса не будет по нескольким причинам. Первая причина – это то, что банки больше так не ведут себя. То есть они не дают необеспеченные кредиты. Обязательно есть обеспечение. То есть либо это down payment должен быть, либо у человека хорошая зарплата должна быть. До этого давали всем людям, если человек, допустим, просто пришел в банк и дышит, хотя бы, да, он уже был qualified for mortgage, да. Уже до такого даже доходило. То есть вы давали всем абсолютно. Несмотря на то, что человеку, может быть, 50 лет, как он будет выплачивать, неизвестно. Может быть, у него нестабильная работа. Кстати, справки вообще никакие не нужны были. А сейчас без down payment, без предоставления справок о зарплатах, да, никто не выдает. Поэтому с точки зрения, что это bubble, нет. Ну, банковский виду, bubble. Может быть, это real estate bubble в плане того, что цены перегреты. Но перегреты они, знаете, только в Бейрии. Если, допустим, отъехать от Бейрии, рассмотреть такие города, как Модеста, Фресно, там же не так дорого. Там можно купить квартиру, сейчас выставлено на продажу за 45 тысяч кондоминиум. Это нормальная цена. Допустим, down payment даже 20 тысяч, это будет 8 тысяч сделать down payment и потом просто платить вместо рента, оплачивать свой mortgage. Для сравнения, скажи, сколько стоит самая дешевая квартира в Бейрии? Ну, смотря где, в Бейрии, да, если рассматривать Сан-Косе, чуть-чуть дешевле. Если Палуал, то там дорого, Санта-Клара тоже дорого. Но можно купить за 500 тысяч, можно найти дешевле, допустим, старенькую. Но дешевле 400 не найдешь ничего. Да, дешевле 400, конечно, нет. И 400 это будет что-то совсем уже разваленное и никакое. То есть это тебе придется еще 1100 тратить на ремонт. Да, на ремонт или жить в таких условиях, если совсем денег нет. Ну, в любом случае, даже человек, если покупает эту недвижимость за 400 тысяч, у него все равно цена будет расти. В любом случае. Это понятно. Просто проблема же в том, что у большинства людей нет таких денег. Поэтому так, конечно, все бы купили бы. Потому что оно-то действительно растет очень быстро. Быстро. Ну, да. Но если нет такого возможности, то можно покупать не обязательно здесь. Мы, допустим, покупаем около Сакрамента несколько домов. Допустим, 3-бедрум, 3-бафру 95 тысяч. А ренд такого дома будет где-то полторы тысячи. 1400-1500. Поэтому возвратные инвестиции хорошие. И касательно инвестиций, вы, как бы, например, если человек хочет инвестировать и сдавать, вы занимаетесь всем? То есть вы найдете ему дом и найдете потом ему жильцов и будете за этим домом следить? Или вы в какой-то период как бы уходите на задний план и нужно искать других? Нет, нет, нет. Мы выполняем все. Я делаю property management. Так как у меня есть свои объекты. То есть я подбираю жильцов. Как правильно? Жильцов, да? Квартирантов, тенантов. И полностью несем за них ответственность. В каком плане? То есть собираем ренд. Если какие-то там проблемы с ремонтом, какие-то вообще текущие у них проблемы, то это тоже все выполняется. То есть вызывают пламеров, там, сантехников, электриков, если что-то происходит. То есть у человека уже никаких проблем нет. Что ему там никто не... То есть человек просто получает ежемесячный платеж и все? Угу. Либо чек, либо перевод напрямую на банковский счет. Понятно. Это называется как? Property management, да? Property management. Угу. Да. Да. Я это делаю официально, потому что у меня есть real estate license. Я имею право это делать. В Америке просто так какой-то человек не может это делать. Я должна знать все законы. Так как в Америке нельзя просто так выгнать квартирантов. Сказать, все, выезжайте, вы мне не нравитесь, или вы мне там не платите, выезжайте. Нет. Все должно быть проходить на законных основаниях через... Корр, да? Через суд. Через суд. Угу. И eviction занимает разное время в разных каунтах и по-разному стоит. Поэтому прежде чем кого-то поселить, нужно хорошенько его изучить. Это не как в России. Выгнать здесь невозможно в саморучии. Нельзя сказать, все, выезжайте, я вас выселяю. Нет. Человек может еще наоборот суд подать, сказать, что он там меня выживает и все остальное. Поэтому прежде чем кого-то поселить, нужно хорошенько изучить его бэкграунд, посмотреть, сколько он зарабатывает, сможет ли он платить. Были ли eviction у него на рекорде. Может, он уже 10 раз был подвергнут eviction. Конечно, таких людей лучше не запускать к себе, потому что от них потом не избавиться. И, конечно, смотреть, какая у них зарплата, смогут ли оплачивать. И реально, чтобы они предоставили справку. Не на словах сказали, что у меня есть деньги, я буду платить. Нет. Чтобы все это показали. И лист заключается либо на 6 месяцев, либо на 12, либо на 2 года. По-разному заключается. У меня с моими листами, допустим, на 2 года был. Если ты property manager, я так поняла, что ты работаешь, в принципе, со всей Калифорнией, и Лос-Анджелес, и Сакраменто, и в Бейерии ты живешь. Как ты следишь за теми домами? Или там другие property manager? Нет. У нас была покупка-продажа. Property management в Бейерии. В основном и Northern California, который близко к Сакраменто. Это Рейдинг. Понятно. Я сама управляю. Вот мы, допустим, завтра туда едем. Периодически ездим. Проверяем объекты. Ну, конечно, здесь должно быть все по закону. То есть, если лист правильно составлен, то никаких проблем там в дальнейшем уже ничего не произойдет. То есть, в листе должно быть прописано конкретно, допустим, что в этом объекте там курить нельзя. Четко расписано, кто оплачивает utilities. И что происходит в случае того, если они не платят. Как вообще начинается... Если тот, кто снимает, нарушает. То есть, например, он курит там, где нельзя курить. Или он домашнее животное завел. Там, где написано, что без домашних животных. Что происходит? Подается суд и начинается эвикшн? Или что происходит? Ну, сперва пытаемся договориться, чтобы он не потерял лиз, чтобы все это ликвидировать, да, все нарушения. А потом, если это не помогает, то тогда приходится делать эвикшн. То есть, человек выселяется. Сколько времени занимает этот процесс? По-разному. Это зависит от каунти. Ну, например, Санта-Клара-Каунти. Ну, Санта-Клара-Каунти может быть быстрее занимать этот процесс. Там зависит, конечно, какая очередь. Если дети. Если есть дети, то это сложнее, да, что там школу нельзя менять и все остальное. Вот. Ну, это можно нанести до двух месяцев. Поэтому обязательно при заселении нужно брать security deposit. Чтобы, допустим, вот это время, пока идет эвикшн процесс, оно было покрыто этим security deposit. Даже если это было что-то. Какой ты можешь дать совет людям, которые будут приезжать, новые иммигранты, и будут искать жилье? Как стать вот этим привлекательным арендодателем, чтобы ты мог, как бы, ну, получить квартиру? Потому что действительно тяжело. Люди боятся запускать себе первого попавшегося человека. Тем более без рекорда, без того, чтобы он снимал где-то еще. И у него были какие-то отзывы, что он хорошо платил и так далее. Много денег на счету, большая зарплата. Что может быть, как бы, решающим фактором? Ну, применяется такая практика, допустим, если у человека нет кредитной истории, если нет social security, это вообще проблема. Так вот, в Америке это очень важный документ. Тогда онры, то есть хозяева, они предпочитают взять либо тройной down payment, не down payment, правильно сказать, security deposit. Допустим, вместо одного месяца они скажут, все, мне вы должны три месяца сделать security deposit. И, конечно, они будут смотреть банковский счет, чтобы у человека был. И зарплата хорошая. Но не все билдинги, могу сказать, даже не все оноры соглашаются на такое. Им лучше работать, конечно, с местными, у которых уже все есть, и для которых кредитная история важна, и они не будут ее портить, не оплачивая рент. А тех, у кого нет кредитной истории, им же не жалко ее испортить. Очень важно, допустим, человек имеет ли документы вообще или нет. Вот это важный момент. Если, допустим, он просто турист, турист, вы знаете, когда приехал и уехал, он может там полгода прожить, и все, и потом, ему не важно, может, потом перестанет платить и вообще исчезнет. А тот, который уже с документами, или хотя бы у него есть какой-то процесс, политика, политика, ассайлом, он начал или что-то еще, такой человек, конечно, не будет себе портить кейс, и не будет, допустим, чтобы у него там eviction на рекорде был. Потому что eviction ведь можно делать и без social security. Достаточно только данных иметь, имя, фамилию и паспортные данные, если это еще не имеет ID или ID. Поэтому таких тоже могут выселять. Ты еще что-нибудь хочешь добавить? Может, какие-то полезные советы или, я не знаю. Ну, хотелось бы, да, добавить, что для тех, кто, допустим, приезжает, и у них уже есть возможность сделать down payment, первоначальный взнос, и они хотели бы, допустим, вместо того, чтобы оплачивать rent, купить. Вот я уважаю такое мнение, это, конечно, лучше так делать, потому что зачем деньги на ветер выбрасывать? Мне кажется, лучше чуть-чуть пока пожить скромно, не снимать дорогое какое-то жилье, потому что можно и жить в пентхаусе, так ведь, снимать за 5, за 6, там, за 10 тысяч. Зачем деньги на ветер? Лучше пока скромно пожить, поснимать, допустим, комнату или с кем-то в доме пожить, то есть кооперироваться. А потом деньги, те, что были у них сохранены, их вложить на down payment. Лучше так сделать. И потом просто выплачивать mortgage, вот как вы сделали, мне кажется, это вообще шикарный подход. И еще у каждого города есть различные программы. Санкосы, по-моему, существуют до сих пор. Программа помощи First Home Buyer, дает определенную сумму, это тоже хорошая помощь. Мы подпали под программу Begin, я не знаю, знаешь ты или нет эту программу. Эта программа, они дают тебе down payment под 3% simple interest, причем deferred payment, то есть ты можешь начать его выплачивать когда угодно, хоть через 30 лет выплатить всю сумму. Ты можешь не делать месячные платежи. И это down payment, ну 20%, да, или там сколько тебе не достает до 20%, чтобы ты мог купить без этого, без страховки. Ведь если ты даешь меньше down payment, ты должен еще и платить страховку. Угу, PMI. Да. То есть, ну, такая программа была. Была программа еще в те времена, когда город выкупал дома какие-то на foreclosure, они делали ремонт и они продавали их по цене ниже рыночной, чтобы люди, которые... Ну, там, правда, такой отбор был, там, естественно, 100 человек на этот дом и всякое такое. Но, тем не менее, они отбирали по определенным критериям, не по тому, кто сколько даст offer, потому что цена была конкретная, там не было offer. Но там они отбирали, сколько человек в семье, какой доход, в общем, кучу разных вещей. Но, ну, есть программы, и не только здесь, они есть, в принципе, по всей стране разные программы есть помощи для покупки. Так что на это тоже нужно обратить внимание. Особенно home first buyer, да? Да. First time home buyer, который покупает в первый раз. В любом случае, цены растут и продолжают расти, но не везде. Сразу оговорочку сделаем. В Bay Area растут цены, да. Если рассматривать какие-то города чуть подальше от Bay Area, такие как Fresno, Modesto, то там не растут так сильные цены. Почему? Потому что нет такого большого количества инвесторов и такого большого количества людей, которые получают хорошие зарплаты. Потому что все знают, что инженеры, software developers в Bay Area, они получают 200 тысяч и больше. Ну и кроме того, в Bay Area постоянно приезжают, это тоже поднимает цены, потому что постоянно спрос на жилье, аренда, покупка. Да. Постоянно все едут сюда, потому что здесь постоянно открываются рабочие места, высокооплачиваемые рабочие места. И поэтому это такой специфический очень рынок, дорогой. Поэтому если кто-то не может себе позволить такие сумасшедшие цены, может даже тогда не рассматривать Bay Area, а ехать в какие-то места, где подешевле можно купить. Да, даже в районах Лос-Анджелеса неподалеку там дешевле. Намного дешевле. На севере, с Аскраменто, вот как я сказала, пример, мы купили дом за 95, 3 бетра, 3 бафра. Хороший дом, там не требует никаких вложений, там все окей, он просто был сделан форклошем. Люди живут везде. Понятно, что там нет крупных компаний, там нет миллионных зарплат, но тем не менее, люди, допустим, там получают 3-4 тысячи в месяц. Это достаточно для жизни? И почему бы и нет? Зато потом этот объект, если человеку не нравится, можно сдать, продать. Потому что многие считают, что вот, я еще не знаю, где я буду жить, зачем я куда-то буду вкладываться, что-то покупать, потом мне придется переехать. Я вот не принимаю таких рассуждений. А в чем проблема? Если человек переезжает, эту квартиру уже можно сдать. Если она уже вообще там в таком, не знаю, месте находится, что никто не снимает, но это, конечно, маловероятно. Это не Детройт, так ведь? Хотя и Детройт тоже восстанавливается. Но, по крайней мере, можно же продать, выставить на продажу, продать. Я думаю, проблема в том, насколько я понимаю из комментариев, которые мне писали на канале, что в России, например, если у тебя ипотека, очень проблематично продать и что-то с этой квартирой сделать. В Америке не так. В Америке все равно. Потому что это работает по-другому совсем. Ипотека у тебя, или она полностью выплачена, ты все равно можешь без проблем ее продать. Это никакой роли не играет даже в скорости процесса. Ну да. Просто люди, которые перекупают эту квартиру, они же, получается, всю сумму вносят. Ну, неважно, либо у них кэш, либо это через ипотеку. Человек просто покрывает свою ипотеку. А в чем может быть проблема? Он просто своему банку все выплачивает. По-моему, в России так это работает. Ну, по крайней мере, можно точно сдать. Потому что в Калифорнии очень много иммигрантов. И в основном новоприбывшие начинают со съема жилья. Мало кто. Ну да, естественно. По крайней мере, хоть на первое время. Ну да, да, да. Ну хотя бы даже сориентироваться на территории, посмотреть. Но мы не берем Бейлию, потому что все знают, что здесь азиатов много. Такие-то, как китайцы. Они приезжают с чемоданом в кэш и погруппают. Понятно, их никто перебить не может, потому что они там на своих фабриках назарабатывали или откуда они там денег набрали. Это тайна. Но тем не менее, они покупают за кэш. Вот. Поэтому с ними бороться тяжело. Ну, как я говорила, не обязательно рассматривать Бейлию. Я тоже пока жила в Лос-Анджелесе, думаю, нужно только в Лос-Анджелесе покупать и ждать, пока цены упадут. Во-первых, когда человек ждет, это наоборот ухудшает процесс, потому что цены растут. И, как я уже сказала, кризис не предвидится, потому что кризис в данный момент будет зависеть от экономики. Я думаю, может быть, кризис какой-то произойдет, связанный с криптовалютами. Что-то может произойти, да? Потому что биткоин сейчас растет очень быстро. Это тоже может как-то повлиять на рынок. Некоторые страны запрещают в России. Там Путин запрещал, потом Китай. Что-то там какие-то правила вел на ограничения по биткоину. Может быть, вот это может спровоцировать, потому что это какой-то новый инструмент финансовый. Еще никто особо не знает, как это вообще отразится на экономике, как этот майнинг происходит и все остальное. Может, это может спровоцировать. Либо кризис может спровоцировать какое-то там военное столкновение. Все может быть. Ну, мне кажется, именно касательно Бейерии, если вдруг не обанкротится тут половина компаний, ничего не изменится. Это как отдельная страна, грубо говоря. Она даже особо не зависит от... Ну, то есть она, конечно, зависит от экономики страны в общем, но совсем чуть-чуть. Там это может сильно упасть, а здесь это чуть-чуть опустится и все равно будет подниматься. Ну да, скорректироваться. Потому что даже во время кризиса... Вы здесь были, да, или во время кризиса? Нет, во время кризиса мы жили в Нью-Йорке. Но... Ну, все равно я смотрела, допустим, графики, и по графикам можно посмотреть, что цены особо не падали. Потому что люди, у которых... Которые работают здесь, у них хорошая зарплата, и даже если они потеряли работу, у них все равно какие-то были сэвингс, да, сбережения, все равно по-прежнему выплачивали. Такого не произошло, допустим, как в Детройте. Это же Моногород, там все зависело от автомобильной промышленности. Закрылось все это, прекратилось, и все. Все потеряли работу. Здесь нет, здесь разнообразные работы. Хоть они и связаны с IT, с одной отраслью в основном, но тем не менее много компаний. Если даже закрывается какой-то маленький стартап, это не значит, что конец света, все. Все потеряли работу, и все вонкротились одновременно. Нет. Люди приходят в другие компании, открываются другие работы. Ну, кроме того, здесь не только IT. Да, здесь очень много IT, но есть тут и Харт, и Теслу здесь делают, и много чего здесь делают из физических продуктов. И компьютеры здесь делают, и телефоны, много чего. Поэтому и биотехнологии здесь делают. Чипы? Да. Булком, компания самая крупная. Здесь у нас неподалеку находится, около нашего офиса. Ладно, хорошо. Спасибо тебе большое за информацию. Если у кого-то будут вопросы по поводу недвижимости и вообще всей этой системы, или работы риэлтора, пишите комментарии, и Светлана ответит. Правильно? Ну да, я могу данные свои указать. Наш веб-сайт, myhomesus.com. Там много информации, там есть шесть языков. Там опция, можно выбрать любой язык, который подходит. Но если они, допустим, не из Америки, то по скайпу можно. По скайпу общаться. Либо по e-mail, ну, можно по скайпу. Если какие-то вопросы возникают, можете писать. Можете в комментариях писать. И я также укажу свой YouTube-канал, потому что я снимаю много роликов. Допустим, когда мы делаем open house и полностью описание объекта. Сколько он стоит, сколько он на рынке находится. Потому что еще нужно же смотреть, когда покупаете объект, сколько он на рынке. Может быть, он уже два года продается. В этом случае можно торговаться. Потому что хозяину уже надоело продавать, ему быстрее деньги нужно получить. Он может и скинуть. А самые такие же отталдные места, такие как Санта-Клара-Каунти, и никто особо скидывать не хочет. Понятно почему. Потому что покупают в тот же день. Потому что они получат 50 оферов и выберут самый дорогой. И который готов кладить кэш, чтобы быстрее закрыть сделку. Потому что кэш закрывается через 10 дней в Escro. И вот это очень важно правильно Escro выбрать. Потому что мы с разными компаниями работали и имели много проблем с некоторыми. Потому что они требуют бумажные подписи, волокиты, что-то потеряли. Вот у нас сейчас хорошая, с которой мы работаем. Она делает все онлайн. Электронные подписи, все-все онлайн. То есть это классно. Это вообще ничего не потеряется, во-первых. Во-вторых, никакие бумажки распечатывать не нужно. И все есть в папке, в компьютере, в DocuSign. Вот эти компании, которые перешли на новый, так сказать, уровень, технологичные компании, с ними лучше работать. И также это во всем. Это касается риэллэстей. Потому что риэлторы, которые старого поколения, которым 50-60 лет, они не особо владеют. Как это все делать? Они все это распечатывают. У него такие огромные там офферы. А мы все делаем онлайн. Раз, быстро отправили, через 3 секунды уже получили ответ. А когда вживую этот оффер приносишь на бумажке, это же ужасно долго. Пока человек доедет до хозяина и все остальное. Поэтому, мне кажется, очень важно работать с людьми, вообще с компаниями, которые технологично уже более развиты. Так как это быстро, никакой влакита нет. И самое интересное, что вот эти компании, они берут дешевле. Почему? Потому что у них нет, не берут за отправку. Допустим, мы за каждую отправку письма платили 50 долларов. Федекс. Это не маленькая сумма, мне кажется. Каждый раз оплачивать. Кто это платит? Это же платит покупатель. Все это оплачивает. И, во-вторых, распечатывать. В-третьих, это время, пока это доставится. А те компании, которые технологичны, которые умеют работать онлайн, все делать и использовать докусайн. Мне такие компании больше нравятся. И дешевле. Они не берут за все. Потому что отправка по интернету, это понятно, бесплатно. Вот. Так что все подробности у нас на веб-сайте. Веб-сайт myhomesus.com. И телефон там тоже указан. И скайп. Если есть вопросы, пишите здесь тоже. И Светлана ответит. Или если есть вопросы с точки зрения покупателя, я могу ответить. Потому что мы купили дом в 2013 году. Ну что ж. Спасибо. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, если это видео вам понравилось. До новых встреч. Всем спасибо. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok